Метро идет в Новую Москву. На Калининско-Солнцевской линии появится 7 станций и рассказывка станет конечной. Она находится на территории одноименной деревни. С ее открытием добраться до центра Москвы можно будет за 30 минут. Спускаемся на глубину 12 метров и попадаем не на станцию, а в читальный зал библиотеки. Уже сейчас станции напоминают виртуальную библиотеку. Путевые стены оформили в виде полок с книгами, а колонны напоминают ящики-картотеки, где нанесены фамилии авторов, названия произведений и QR-коды, где с помощью мобильного телефона можно скачать любимое произведение в дорогу. Сейчас строители монтируют архитектурное освещение. На потолке появляются светильники-квадраты. Основание колонн и название станции на путевых стенах освещают светодиодные лампы. Не обошлось и без строительных новинок. В оборотных тупиках станции мы применили уникальную технологию по устройству перекрестных съездов. То есть, если раньше верхнее строение пути монтировалось на щебень, и специальный поезд выравнивал всю эту конструкцию, то сегодня верхнее строение пути просто вывешивается в воздухе на специальных ЛВТ-блоках и выравнивается. Погрешность составляет всего 10 миллиметров. Потом вся эта конструкция один раз на всю жизнь после калибровки заливается бетоном, что гораздо долговечнее и практичнее. Работа кипит не только под землей, но и на поверхности. Рассказовка станет частью крупного транспортно-пересадочного узла. Многофункциональный торговый центр в ТПУ станет точкой притяжения района. Там расположатся магазины, диспетчерская зона отдыха водителей и даже администрация, поселение Внуковское и районный суд. Откроют рассказывку одновременно с другими станциями желтой линии уже этой весной. В 2020 году ветку планируют продлить до аэропорта Внуково. Ольга Завешнева, Петр Титковский, СтройМос.ру